Виктор, вот я читаю литературу, и иногда очень как бы сложно доходить, ну, объяснение вот той или иной теме. А вот когда ты рассказываешь, это очень как бы доходчиво, прямо и просто. По-моему, Эйнштейна. Нет, 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 Эйнштейна. Я не помню. А, Хемингуэя, по-моему, очень. Нет. Вот я боюсь ошибиться. Пускай вот зрители нашего, моего канала напишут в комментариях, кого именно сильно осуждают. Я забыл, кого сильно осуждали, какого-то из ученого совета, за то, что он доносит все своими словами. Вот вышибло мне сейчас из головы, но не суть. Так вот, я считаю, что на самом деле в нашем мире все действительно просто. Просто надо научиться понимать систему. Когда ты внедряешься в систему, то есть ты начинаешь ее понимать, то тебе вот эти научные, замысловатые высказывания, термины и все остальное, они не нужны. Потому что они нужны, по сути, ну максимум может быть 5% населения всего. Все население разговаривает на обычном, простом, нормальном языке. Так вот, я даже читаю такие серьезные труды, пускай это каких-то серьезных эзотериков, которые излагают на высоко, скажем так, профессиональном языке для своего зрителя, для своего клиента, который пришел ко мне на прием или когда я веду вебинары, семинары, стараюсь довести на обычном человеческом языке. Зачем мне такой зритель, перед которым я буду сидеть напыщенным таким, знаете, вот, без кепочки, без зачочков, у галстучки, в пиджачке, и говорить на непонятном для него языке? Да грош цена мне тогда в базарный день. Ну, я буду самоутверждаться, повышать свою доминантность перед кем? Я не собираюсь это делать, я не собираюсь перед людьми повышать свою доминантность. Я это делаю, в первую очередь, всего для себя. Когда я рассказываю другим, как происходит в жизни, на самом деле я как бы подчеркиваю некоторые аспекты для себя, для себя любимого. И говорю для всех на понятном языке. Зачем мне рассказывать? Я же не донесу тогда до человека всю суть. Это как приехать, знаете, в Англию, выйти и рассказывать там на русском языке какую-либо сокровенную истину, и кричать, вы все дебилы, потому что вы меня не понимаете. Зачем ты такой вещатель нужен? Надо разговаривать на обычном, на понятном языке. Поэтому я так и стараюсь донести свою мысль. И то иногда бывает, что я разжевываю, говорю на понятном языке, все вроде как доступно, все упрощаю для понятия. И то мне пишут в комментариях, что что-то непонятно, как-то научно сказал. Где уже научно, я уже не знаю, как дальше упрощать. Поэтому я считаю, что вообще все люди должны, если хотят донести до своего собеседника какую-то мысль, речь и так далее и тому подобное, должны вещать на самом простом языке. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Ибо дальше будет интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!